На территории Экотехнопарка Благоустроен парк будет цветущими клумбами и садами. Для расчистки площадки, возведения подъездных дорог, арматурных и монтажных работ компанией Skyway приглашен подрядчик, который обеспечит весь перечень задач. Сегодня здесь присутствует генеральный директор компании-подрядчика, который, собственно, организует все строительные работы. График строительства очень плотный. Каждый день спланирован практически поминутно. Любые вопросы, чтобы не терять темп строительства, Анатолий Эдуардович Юницкий решает прямо на полигоне. Это концепт, схема, она соответствует. Здесь вот сады, видите. Здесь вот грузовая трасса с изворотом. Вот сейчас, когда увидел картинку, все сфотографировано. Вот анкерный опор, видите. Здесь будет городская система, видите, кольцевая. Здесь у нас ферма жесткой конструкции, здесь тонкий рельс, высотой всего 200 мм. Понял. Тем не менее, полет 50 мм. Он будет ехать по ровному пути, преднапряженный по сути. Он проедет, взглянется и пойдет по высоте. Перестроителями действительно сложная, но, как они сами признаются, интересная задача. Ведь то, что придумал инженер-конструктор, что разработано в конструкторских бюро, превращается из чертежей и цифр вполне в осязаемый объект. Задача такова, что в следующей неделе выполнить объем работы. Это скопать котлован, снять чернозем здесь, сделать в подъезде временные дороги, положить плиты здесь дорожные. И приступить на следующей неделе к арматурным работам. А числа, я думаю, так, числа 5-6, первый бетон должны принять. Хорошо. Мы это взимы успеем в сроки эти, да? Тяжело, но будем стараться. Делаем. Здравствуйте, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Рад приветствовать вас на дневном вебинаре. Собственно, видео такие не могут не радовать. Стройка действительно идет. И с того момента, когда я в крайний раз был в Минске, многое поменялось. То есть, уже где были котлованы, уже все выровнено. И не может действительно не радоваться душа и разум одновременно, потому что это все-таки наши инвестиции. И деньги действительно работают. Действительно, на многие месяцы вперед все рассчитано. И сегодня также я остановлюсь на очень важной акции. То есть, это именно такое постепенное движение к понятию ответственный инвестор. чтобы каждый человек понимал, в каком он проекте участвует. И на сегодняшний день нас, точную цифру не скажу, но уже более 150 тысяч людей зарегистрированных в проекте, естественно, инвестировавших поменьше. И, собственно, 50-60 тысяч человек могут действительно двигать этот проект, являясь ответственными инвесторами. И сейчас многократно, каждый месяц у нас будут возрастать затраты. И, соответственно, нельзя ни в коем случае отступать от плана, от графика финансирования, потому что это очень важно. Меня зовут Сходоев Алексей. Пожалуйста, давайте пройдем стандартный опросник, чтобы понимать, сколько людей присутствует сегодня на вебинаре новичков. В первую очередь, в основном, новички ходят на иные вебинары, но также присутствуют частенько в крайнее время и на наших вебинарах. Сегодня, так как вебинар технико-экономический, мы обязательно затронем животрепещущие вопросы именно с курсом рубля по отношению к доллару-евро, потому что ситуация уже, можно сказать, критическая. И с чем я вас могу поздравить, что мы находимся в нужном времени, в нужном месте и занимаемся правильным, действительно, благим делом, которое теоретически может вывести страну, в том числе, из кризиса. И выведут это как раз-таки даже не сама технология, а капитализация от адресных проектов. Технология – это естественный, неизбежный этап, то есть все равно на второй уровень и даже уже на третий, уже в небо, кстати, поднимаются автомобили. Был испытан, кто не в курсе, автомобиль. Первый именно словацкая компания. Я думаю, на вечернем вебинаре я даже ролик покажу, подберу. И уже, я думаю, через 20 лет будут и летающие автомобили в таком массовом уже производстве. И что говорить про автомобиль обычный, что это действительно уже, как и, я не говорю уж про железную дорогу, это прошлый век, и сейчас настало время шагать вперед, развиваться. И, соответственно, развивая наш проект Skyway, мы можем помочь как и себе непосредственно в материальном плане, так как проект Skyway предполагает достаточно серьезные дивиденды в будущем, после реализации, они будут идти от всей деятельности группы компаний Skyway, то есть даже от продажи струнного забора, который начался строиться. Я думаю, что в ближайшие месяцы мы уже увидим построенный струнный забор. И, собственно, давайте перейдем перед выступлением Сергея Анатольевича к достаточно важной теме на сегодняшний день. Есть у нас инструменты, на будущее это инструменты, естественно, программа развития, которую мы в том числе будем показывать высшим властям, в том числе Российской Федерации, уже начали показывать зимы. Этот процесс идет. То есть Сергей Анатольевич, я, мы готовили ряд аналитических записок, которые достигали своих целей. И очень много я сейчас стараюсь прослушивать и анализировать именно выступления макроэкономистов, аналитиков, просто людей, которые на виду, так скажем, то есть типа как Михаил Делягин, Степан Демура и так далее. И стараться именно выделять важное зерно. И что я могу сказать однозначно, что сейчас уже ситуация не может не беспокоить, потому что 24 августа, я считаю, это такой роковой датой второй, то есть был вот черный вторник и так далее. Ну, 24 августа это уже абсолютно пробивание минимума по цене за баррель нефти, то есть до 44 долларов опустилось, сразу взлетел евро на 4 рубля, сразу взлетел доллар на 1,5-2 рубля. И, соответственно, ситуация на сегодняшний день, когда доллар колеблется в районе 69,70 рублей за 1 доллар и евро в районе 70,80,5, это уже считается абсолютно нормальной ситуацией. Но, естественно, это ненормальная ситуация. И сейчас даже то, что на бирже наблюдается, это такой вот эффект сжатия пружины. То есть очень серьезно можно доиграться, когда, тем более вот с воздухом, когда играешь, тем более с взрывоопасным воздухом в виде нашей экономики. И, соответственно, сейчас, да, старается удерживать, потому что нефть уже, кстати, 43 с лишним, возможно, она опустится до 42. А так как наша экономика напрямую зависит от стоимости за баррель нефти и от всех геополитических вообще событий в мире, то есть это начиная от обвала фондового рынка Китая и Америки 24 как раз таки августа. То есть никто не предполагал, что евро возрастет так серьезно, никто не предполагал, что доллар взлетит. И ситуация с нефтью, она предсказуема, повышаться не собирается цена. И, соответственно, настало время, дамы и господа, использовать инструмент, который мы подготовили. Именно вот я придумал, Сергей Анатольевич, сама концепция идей, антифорекс была замечательная. И Ольга Шантина уже совместно со мной и Алексеем Якимовым уже реализовали. Есть замечательный инструмент. Новички, прошу прощения, вы еще не в курсе, но у нас очень много инструментов для продвижения. И сейчас я считаю стратегически важным и очень серьезным благом, который вы можете нести людям и, соответственно, доносить информацию одновременно о нашем проекте, это оповещение о текущей экономической ситуации. То есть есть лендинг, кризис, устали терять деньги, который был разработан месяца 4, наверное, назад. И это калькулятор, который позволит посчитать либо прибыли, либо наоборот потери, в основном это потери будут, и прибыли у тех, кто закупился, допустим, по 40 рублей за доллар, даже по 47 рублей за доллар. Это да, это прибыли относительные такие. Почему относительные? Потому что инфляция влияет, рост цен, и уже с 1 сентября повышают цены на автомобили. Я думаю, несмотря на то, что недвижимость, по идее, должна падать, но застройщикам каким-то образом нужно продолжать строить, соответственно, так как цены на стройматериалы повышаются, и кто не успел закупить эти материалы. Кстати, на нас именно в плане производственной деятельности, научно-производственного конструкторского предприятия, это тоже может отразиться, потому что невозможно закупить все материалы заранее и предугадать. Это возможно сделать, если мы строим, допустим, дом, то да, я сейчас переговоры в том числе провожу и с застройщиками, потому что у нас действительно народный экономический ковчег, и этот ковчег может спасти целые строительные корпорации, этот ковчег может спасти целые страховые, пенсионные фонды. И я уж не говорю про обычных физических лиц, нас с вами, граждан Российской Федерации. И вот очень важный момент, который все абсолютно аналитики затрагивают, это что делать обычному человеку. И это очень важный момент на самом деле, потому что сейчас настроение масс, негативный настрой растет значительно. И даже вот, я думаю, всем абсолютно из вас, неприятно, когда продуктовая корзина растет на 30%. В Казахстане уже произошла девальвация, то есть там буквально, да, то я точно не скажу, вроде бы это 20-21 августа, но на 30% взлетели цены в день. И, друзья, если все будет таким образом продолжаться, как продолжается, то так как мы зависим напрямую от нефти, мы зависим от фондовых рынков, мы зависим от вообще, где-то война началась, мы от всего этого зависим. Потому что у нас фактически нет сейчас своего мощного производства, как это было, допустим, во времена СССР. И я в то время был весьма в молодом возрасте, но вроде бы стоил несколько десятков копеек доллара. Сейчас он стоит 70 рублей, и это считается нормальной ситуацией. Зимой это была критическая ситуация, швах, так скажем, и многие начали скупать бытовую технику, многие начали скупать электротехнику, а это пассивы, это невыгодное абсолютно вложение, так как, собственно, они не растут в цене, а наоборот теряют цене. И сейчас выгодно, да, инвестировать в недвижимость, всегда будет выгодно, тем более, если вы для себя будете покупать. Выгодно, да, инвестировать в так называемые синие фишки, как сейчас именно ритейлинг растет очень серьезно, магнит, пятерочки и так далее, X5 ритейл групп, они будут все расти, потому что цены растут. Выгодно, если на долгий срок вкладывать в облигации, но не стоит забывать про тот проект, который мы с вами развиваем, выгодно инвестировать в Skyway, потому что сейчас с каждым днем действительно риски снижаются, и не важно вообще, сколько человек будет инвестировать. Сейчас, на самом деле, вот я послушал, и немножко вас попугают, то есть, может повториться вообще аргентинский кризис, и многие аналитики об этом говорят, вплоть до того, что будет небезопасно вообще выходить на улицу, ну, собственно, в 90-х я также был молодой достаточно, ну, я наблюдал по телепрограммам, что происходило при штурме Белого дома, что происходило вообще в 90-х, как орудовала организованная преступность, и, собственно, стоит действительно задуматься, стоит хотя бы на некоторую часть, небольшую каюту, так скажем, приобрести, либо вообще один квадратный метр каюты, я в переносном значении, конечно, говорю, народного экономического ковчега, и начать действительно инвестировать. Сейчас мы начали очень активную, серьезную дубликацию по адресным проектам, то есть, сейчас чат создан, в ближайшее время пройдут первые планерки, то есть, это будут именно для людей планерки, которые инициировали адресные проекты, либо будут инициировать, либо имеют желание, и, соответственно, уже мы начинаем достаточно серьезные телодвижения по адресным проектам. Что касается по адресным проектам, это вообще будет основным бизнесом после выхода технологии, и когда корневая технология будет закрыта, вполне возможно, что она будет закрыта в 2016 году. Мои прогнозы, что до конца 2016 года будет закрыта корневая технология, большей частью, либо полностью, потому что сейчас действительно максимально считаются риски, и те риски, которые нес потенциальный инвестор, входя, допустим, в декабре, я вошел в феврале, в январе отувидел компанию, но анализировал, тем более, так как я занимался интернет-маркетингом и так далее, то мне показалось, что это неправда, что это просто обложка хорошая для высокорискового проекта, но проанализировав, решил инвестировать свои 50 тысяч рублей. И, собственно, тогда риски были максимальные. Сейчас риски, я скажу, покупки жилья в строящемся доме, даже если там построено из 20 этажей 18 этажей, значительно выше, потому что сейчас наше количество растет действительно в геометрической прогрессии. Я думаю, что 500 тысяч человек до октябрьской конференции пока что это абсолютно обозримая и реальная цифра именно людей, кто знает о проекте. Неважно, сколько будет инвестировать человек. Вот, пожалуйста, мы также ввели акцию флешмоб «Я говорю да». Это очень важный показатель. И человек, который будет инвестировать ОИП именно на 20, на 30 долларов, 3 месяца стабильных инвестиций, они смогут вам, фонд окажет огромную лояльность и акций получится больше. Это специально, естественно, делается для стимулирования и более того, я на каждом вебинаре буду говорить, мы с вами должны приучаться инвестировать регулярно. Неважно, какая это сумма будет. Для каждого из нас понятие больших и малых денег разное абсолютно. так как мы разные люди из разных сословий, разных профессий. Но нас объединяет одно. Мы двигаем на сегодняшний день проект, который может изменить вообще мировую экономическую ситуацию. И это абсолютно реальность, это не какие-то заблуждения. И начинать мы будем с малого, так скажем. Начинать мы будем с входа в легкий прогулочный транспорт, то есть без конфронтации какой-то, без перешагивания дорогу крупным транснациональным корпорациям. А сейчас происходят различные тайные, я думаю, заседания, которые станут явным лет через пять. Неизвестно, в какой, уже в каком положении будет Россия. и сейчас для россиян в первую очередь я хотел бы сказать, что стратегически важным является оповещение об экономической ситуации, что будет становиться еще хуже. Пожалуйста, используйте этот инструмент, это действительно очень мощный, интересный, профессионально сделанный инструмент. Он считает именно разницу в потере на курсе рубля по отношению к евро и доллару. Кто-то может быть в плюсе, но таких людей меньшинство. И у многих людей сейчас даже я специально кстати такое занятие себе завел. Мне интересно именно общаться с корпорациями, в том числе строительными, и интересно, что они будут делать, когда будет все падать. И действительно сейчас многие начинают рассматривать, в том числе наш проект, целые финансовые директора, и соответственно не нужно бояться, нужно понимать, что наш проект может изменить действительно многое, многое в России, и сейчас прослушав аналитиков, в том числе Михаила Хазина, здравые вещи говорит Михаил Хазин, потому что считает, что изменения действительно могут быть, но должен быть путь, который донесен должен быть доверха, в том числе нашего президента, и соответственно далее должна быть очень жесткое решение, волевое, так скажем, и серьезное преобразование. По аналогии, я приводил такие сравнения с пятилетками, только у нас уже будет не пятилетка, у нас будет, я говорил, трехлетка, двухлетка, но если говорить про легкий транспорт, который может вообще нас переместить в нишу мировую транспортную, как проходцев транспорта второго уровня, и, так скажем, зарезервировать огромный кусок пирога, и мы никому не будем мешать, мы не будем конфликтовать и с кем-то конкурировать. Мы войдем просто, легко, как нож-масло, и вскроем этот огромный триллионный рынок нашим консервным ножом, нашей стратегии Джобсон, о которой расскажет Сергей Анатольевич Сибиряков. Сергей Анатольевич, вам слово. Добрый день, друзья. Я извиняюсь, что сейчас включаюсь таким образом, просто у меня крайняя неделя по отпуску, так что я первую часть дня провожу с детьми на море, так сказать, и сейчас, так что извините, что у меня такая совмещенная отпуск-работа, потому что мы все понимаем, что крайняя неделя, со следующей недели, ну, первое сентября, и начинается настолько серьезный и мощный этап по взаимоотношению, то есть уже намечено там у нас с Алексеем ряд очень серьезных речных презентаций, уже не то, что-то проекта как такового, а нашей общей концепции, и я хочу именно сейчас на этом остановиться, чтобы было четкое понимание того, и как, с чем мы с вами заканчиваем лето и вступаем в вот в эту новую сентябрьское время, это всегда очень тяжелое. Так, друзья, у меня зависло изображение, как видно, как слышно. Дайте, дайте реакцию. Так, но звук есть, да? Так, микрофон чуть-чуть убрал. Сейчас микрофон. Так, значит, по опыту у нас картинка где-то 3-3,5 минуты, после этого изображение тоже пропадает. Но как пропадет, я перезайду, друзья, ничего страшного. Так, так, я звук убрал, убавил. Да, звук у себя сейчас как слышно, как видно. звук отличный. Ну, друзья, давайте тогда сейчас в таком режиме, пускай висит две картинки, одна на экране, а вторая, видите, так с обображением. А потом будем, так, микрофон шумит. так, шумит. Субтитры сделал DimaTorzok Так, добрый день. Еще раз, друзья, как видно, как слышно. У меня каждый раз, когда выскакивает, меняют настройки. Ну, это уже традиционная система, не будем ругать нашего младшего брата. Вот, он, знаете, как говорят в Одессе, не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. Поэтому, здесь еще, тем более в Болгарии, на берегу моря, требовать от него что-то, наверное, нет, как бы построим транснет и запустим сеть нового поколения, тогда, конечно, таких перебоев со связи у нас, друзья, уже, конечно, не будет. Вот, так вот, друзья, сейчас пришло время, наверное, проанализировать и то, что происходит и с чем мы с вами подходим к сентябрю. В конце октября, 22-25 октября, у нас будет большая встреча в Москве. Вот, я думаю, что мы там подробнейшим образом обсудим все, проанализируем, подведем итоги, что уже сделано, чего мы достигли. Будет Юницкий Антон Дуарш, будет Надежда Косарева, Виктор Бабурин, Алексей Суходоев, Андрей Хавратов, то есть, Женя Кудряшов, то есть, вся команда, которая сегодня работает и, естественно, что нам есть какие итоги подвести за, вот, полтора года и год работы нашего фонда и, соответственно, наметить, какие пути и как мы будем двигаться дальше. Вот, поэтому, мы очень много говорили, и то вебинары, наверное, помнят наши еще с февраля прошлого года, вот, потом кто подключился позже. Так, я голосование не видел, Леша, у нас новичков много, сейчас вебинары кинь просто в чат цифру, если делал вопрос, что, чтобы это самое, чтобы так ориентироваться. Вот, но мы, друзья, очень много последних работ на этом с ним научаются, визиты, представители компании, из Австралии, спасибо, с уважением, Лев. Ну, я думаю, что Хука прокомментирует визит лучше Леши Суходоев, потому что это из его структуры, и это его люди нашли этого человека в Австралии и привели его в компанию, но подводить итог и сказать, что визит Хука это какой-то итог компании, конечно, друзья, это говорили, но это очень серьезный важный момент, что мы как фонд, мы как структура нашли человека, донесли ему информацию, почти год с ним работали наши специалисты, наши менеджеры, наши агенты, вот, и через год он принял решение инвестировать, вошел и сейчас уже приезжает как официальный представитель в Австралию, поэтому, друзья, это важное событие, но это ни в коем мере не итог какой-то работы. Так вот, друзья, давайте я сейчас на той мысли, которую необходимо сейчас донести и нам сейчас понимать. Мы с вами начали проект в декабре 2013 года, активно он начал развиваться в феврале 2014 года, и начались события тогда на Украине, начались первые предкризисные условия в Европе, потом кризис подошел к России, мы все это делали на, соответственно, в фоне развития проекта были очень большие опасения, потом мы с вами, друзья, все четко уже стали понимать, что проект состоялся, особенно, когда прошел год работы, что это май этого года, что КБ работает, мы вышли на полевое строительство, вот, мы уже много провели мероприятий совместно с выездом КБ совместно с директорами фонда для того, чтобы и проинспектировать финансовую деятельность работы, где четко мы дали заключение, что сегодня выполнены работы и тут с опережением финансирования, которое обеспечивают фонды, не только наши, а разные фонды, то есть объем работ выполняется сегодня больше, чем финансируется. И сегодня уже переходим в проектное финансирование, потому что объем заказов, которые надо размещать на производстве для изготовления юнибусов, опор, путевой структуры, их сегодня превышает те возможности, которые сегодня не обладает наша инвестпроводящая система. И в связи с этим у нас есть четкая уже задача, которую мы за сентябрь-октябрь должны как минимум удвоить сегодня возможности нашей инвестпроводящей системы. И мы это обязательно, друзья, сделаем. У нас на этот предмет нет никаких сомнений. И тут можно сказать, что дальше работа ИКП всей программы зависит от того, как мы с вами, именно инвестпроводящая система, мы с вами как фонд будем работать, как мы будем обеспечивать финансирование, сходя из этого будет двигаться процесс. И следующий момент, что нельзя сегодня, то есть помните, еще, наверное, в начале лета я говорил, что мы подошли к следующему витку кризисных явлений в этом году, а их будет три. Первый прошел в начале года, как вы помните, когда произошло падение нефти, цены на нефть почти со 110 долларов сначала до 48, потом он ушел до 65. Вот сейчас начинается второй этап, мы о нем предупреждали, он абсолютно всеми экспертами, которые работают сегодня в этой области, он не является непредсказуемым. Соответственно, этот этап сейчас начался, вот, сейчас нефть торгуется где-то на цене 43 доллара, вот, этот виток, скорее всего, уйдет на уровень 35-38 долларов. Вот, и закончится он примерно к середине, к концу сентября. Соответственно, это будет падением курса национальной валюты нашей российской, вот, и этот год, как раз сейчас показал, что фактически национальной экономики у нас как таковой не существует, которая можно назвать суверенной экономикой. Мы сегодня абсолютно привязаны к цене на нефть, мы привязаны к цене на металлы и на удобрения минеральные, соответственно, мы привязаны к ситуации, которая есть сегодня в Европе и в Азии, то есть рост Китая либо с положением, ну, в данном случае была Греция, сейчас начинается Италия, Португалия, вот, соответственно, это все идет, показывает о том, что национальной экономике как таковой, которая может самостоятельно противостоять таким внешним бурям, сегодня не существует. Вот, на этом плане мы тоже много анализировали с вами и на выдах, обсуждали вопросы, когда был экономический форум в Питере и глава крупнейшей нефтяной компании Игорь Иванович Сечин заявил, что пик падения цены на нефть был пройден, а это было 65 долларов, что дальше будет только расти и дальше у нас серьезные перспективы и никакие инвестиционные проекты рост нефти сокращать не будет. Ну, друзья, сегодня цена уже 43, вот, естественно, это далеко не 65, это почти на треть отличается цена, ну, и, соответственно, те тренды и то, что сегодня происходит, а ведущие эксперты таких стран, как Саудовская Аравия, то есть Саудиты, такие как Ирана, они реально уже начинают обсуждать, что готовятся к цене на нефть в 15 долларов, вот, соответственно, президент Назарбаев Казахстана, который тоже является крупнейшим экспортером нефти и металла, то есть тоже зависит от внешней конъюнктуры, он тоже перевел сегодня экономику уже в такое ручное, я бы сказал, кризисное положение, и там идет подготовка к цене на нефть порядка 30 долларов, естественно, что мы вынуждены это обсуждать, и мы это сегодня видим, и эти графики, ну, кто интересуется, он их видит, но на следующем вебинаре мы его обязательно покажем, что сейчас курс рубля абсолютно привязан к цене на нефть, и абсолютно прямая корреляция, соответственно, когда меня спрашивают, сколько будет стоить доллар или рубль, соотношение цены, я говорю, друзья, это абсолютно не имеет никакого значения, главное, сколько будет стоить нефть, и, соответственно, исходя из цены на нефть, будет формироваться национальная валюта, конечно, это большой позор для такой страны, как Россия, это, конечно, большая беда для той страны, которая сегодня находится в конфронтации, и которая сегодня защищает свои суверенные и национальные интересы, когда идет очень жесткая конфронтация, когда, ведь тут же не надо обманываться, обольщаться, что, друзья, за всю историю существования русского мира, русской цивилизации, Россия, русской империи, это более чем тысячелетия история, ни на мгновение не прекращались моменты ее уничтожить, разделить ее территорию, добраться до ее богатства, соответственно, уничтожить ее культуру, религию, и так далее, и так далее. Друзья, это происходило постоянно, и сейчас не надо думать, что мир изменился, и вдруг в этом мире все с нами друзья. Мы тоже видим, что врагов более чем достаточно, есть враги вовне, которые стараются добраться, есть враги, которые внутри, которые ненавидят, и так далее. Это все, друзья, наша жизнь, и если в небольших коллективах и даже в семье случаются такого рода проблемы, соответственно, что уж говорить о такой огромной, великой стране, как наша. Поэтому, друзья, анализ, который сегодня, и с чем мы подойдем с вами к нашему юбилейному форуму, и к чему мы сегодня не подойдем, о том, что национальная экономика сегодня, которая полностью зависит от внешней конъюнктуры, она находится в очень тяжелом положении, что сегодня внешние и внутренние силы подводят к тому, что цена на нефть и энергоресурсы будет падать, соответственно, давление на власть, давление на экономику и давление на страну будет только возрастать. И это данность, которую мы с вами обсуждали, которую мы с вами говорили, о которой мы с вами предупреждали, и в этом плане как раз родилась вот за этот год очень серьезная концепция, которую мы сейчас все больше и больше будем, друзья, показывать и говорить, что это концепция экономического ковчега, который мы назвали народный экономический ковчег. Естественно, основой, стержнем этой концепции, этого направления является технология нового уровня, второго уровня, это строительство трасс Skyway, это строительство новых трасс, это освоение новых месторождений, новых территорий, создание новой инфраструктуры для того, чтобы развивалась новая страна. И мы сейчас готовим уже, сначала мы готовили аналитические записки с Алексеем, там, для администрации президента, для Совета безопасности, еще для ряда структур, вот, а сегодня мы уже переходим к практическим вещам, то есть мы готовим уже программы действий, и, естественно, в основу мы закладываем именно транснет, мы закладываем развитие новых месторождений, и это будет тот стержень, к чему мы с вами сегодня делаем. И сейчас как раз, друзья, чтобы вы осознавали важность того, что мы с вами делаем, несмотря на то, что у нас много противников, а их очень много, они все больше активизируются, несмотря, что у нас есть завистники, несмотря на то, что у нас есть прямые конкуренты, которые мешают развитию, друзья, мы с вами делаем очень важное дело, мы несмотря ни на что создаем технологию, которая выведет и Россию, и весь Евразийский континент на новый горизонт, и мы с вами действительно создаем это наши с вами руками, несмотря на то, что нам не то, что не помогают никто, нам каждый при желании хочет помешать. И это, друзья, наша заслуга, и я могу сказать, что со временем, когда это все поймут, и это станет очевидным, ну, я не думаю, что можно ждать, что нам за это скажут спасибо, но во всяком случае, важность понимания того, что делается, и того, что мы с вами, вы должны осознавать. И это не какие-то высокие слова, друзья. Мы, поверьте, что я веду очень много разговоров, и когда нам начинают реально, особенно в последнее время, серьезно угрожать нашей организации, потому что все-таки 150 тысяч человек высокоорганизованных, поставленных целью, которые хотят, стремятся и готовы действовать, друзья, это очень серьезная сила сегодня в стране. Это только 150 тысяч человек, а когда будет полмиллиона человек, это будет еще более серьезная организация, потому что сегодня, подумайте, у нас у каждого в личном кабинете есть доведение информации, то есть мы имеем обратную связь. Мы отработали систему кабинаров, конференций, рассылок информации, то есть у нас четко структурирована работающая организация. И сегодня собрать единомышленников на 2000 человек, вот то, что у нас будет в октябре, тоже сегодня не каждый смог. И особенно, друзья, я могу сказать, что многих поразило, ну, из тех, кто за нами следит и отслеживает, что мы с вами делаем, их поразило, что не мы платим людям за то, что они приезжают на форумы, а люди платят за то, чтобы купить билеты, оплатить гостиницу и еще оплатить содержание зала и так далее, и так далее. То есть это говорит о том, что люди хотят и готовы за это платить деньги. Это крайне важно. И когда до многих здесь, скажем так, придержащих власть доходят такие вещи, они просто поражаются. И когда начинают еще понимать, что мы продаем не какую-то бумажку, которая говорит, что ребята, через месяц или через два вы пойдете и по этой бумажке получите миллион долларов, а это реальные инвестиции в венчурный бизнес и люди понимают, что они вкладывают в высокорисковый проект, от которого зависит огромное и развитие страны и в том числе развитие каждого, вот, то это, конечно, впечатляет, я могу сказать, еще больше, так сказать. Поэтому, друзья, мы должны с вами понимать важность того, что мы делаем и важность того этапа, на котором мы сегодня находимся. И когда мы говорим, что у нас в сентябре начнется несколько очень важных этапов, это первое, мы должны удвоить систему финансирования для того, чтобы не сорвать темпы работы экотехнопарка. И второе, как мы уже говорили, мы готовим к запуску адресные проекты именно с новой точкой входа. Алексей про это сказал, мы тоже об этом очень много сейчас будем говорить, мы работаем с конструкторским бюро, уже раздаются новые концепты, новые чертежи, и это прям, друзья, это после нашей поездки вот директорского состава в Минск, когда мы предложили новую стратегию, ее разрабатывали тут мы с Алексеем и еще ряд людей, то есть действительно мы разработали новую концепцию развития всей программы Skyway, когда мы предложили входить через новый рынок, которого не существует. Мы ее назвали стратегию Джобса, как вы уже помните, это войти в тот рынок, которого не существует. То есть, что такое стратегия Джобса? Он не стал конкурировать с ноутбуками, он не стал конкурировать с наладонниками, тогда были персональные компьютеры, наладонные, которые были, которые отпускали Паккарт и Леново. Он создал новый рынок, абсолютно новый рынок мультимедийных систем, который назвал iPod. И только после этого, когда 75 миллионов привыкли к этой системе, а самое главное, операционная система, которая управляется одним пальцем. Соответственно, Джобс задал вопрос, друзья, хотите, чтобы теперь сюда пришел интернет и мобильная связь, и это устройство стало абсолютно мобильным, электронным спутником вашей жизни? Естественно, все ответили да и взрывной розы. Опять же, если говорить сегодняшнее положение, то только за прошлую неделю Apple похудел на 130 миллиардов долларов. То есть, он был по 750, у него была капитализация, сегодня приближается к 620. Представляете, насколько сейчас происходят сложные процессы? Конечно, это не критично для Apple, конечно, это не критично для всей индустрии, но процессы, которые сегодня идут, там, в Китае сегодня идет, мощнейшие за последнее время падение активности и всех индексов, друзья, это тот фонд, на котором мы сейчас работаем, и чтобы вы понимали, почему мы постоянно об этом говорим. Друзья, мы готовим систему, которая на все это будет влиять, и через некоторое время количество трасс, километров, дорог, мероприятий, которые будут связаны с освоением новых месторождений, это будет влиять на индексы, на котировки и так далее. И это, друзья, не пустые слова. Но для того, чтобы сегодня прийти к таким показателям, каким сегодня пришел Apple, мы, друзья, сегодня выходим с абсолютно новой концепцией, абсолютно новой нишей мирового транспорта, которая до этого не существовала. Мы называем эко-смарт-кары или эко-кары направления. Почему эко? То есть мы говорим, что, друзья, у нас есть возможность сегодня при занятиях, допустим, спортом, либо путешествиях, либо прогулках, энергию вырабатывать самим. Не брать ее из сети, не сжигать электродвигатели, а просто, если вы занимаетесь спортом, то есть получаете физическую нагрузку, то ту энергию, которую вы тратите в спортзале для того, чтобы поднимать тяжести, крутить педали, помните, как у Аркадия Райкина в свое время было такое, что балерина, что она просто так крутится, надо к ноге динамо-машину примирать, она будет туда-сюда, туда-сюда, говорит, свет будем вырабатывать. Вот точно так же, если вы хотите заниматься спортом, а это, друзья, сегодня важнейшая проблема цивилизации 20 века, сегодня современный человек недополучает физической, по Фрейду говорился, финансовой нагрузки, недополучает физической нагрузки, а это, друзья, чревато всем нашим здоровьем, и поэтому, как бы мы ни хотели, как бы мы ни пытались там питаться какими-то витаминами, БАДами и так далее, без физической нагрузки человек существовать не может. А вся цивилизация сегодня построена таким образом, вот я, друзья, могу сказать, что я всегда активно занимался спортом, очень активно, еще со времен армии там увлекался копашным боем, бегом, потом прыгал с парашютом, потом еще многими спортивными вещами, но вот площадь сегодня таким темпом встает, что постоянно проводишь время либо за компьютером, либо за рулем автомобиля. Конечно, за рулем, вот мы с Алексеем как-то совмещаем вопросы, когда можно вести конференции, вести совещания, такие работы через скайп, вот, то заниматься спортом, как вы понимаете, сидя в машине, практически невозможно. так вот, сегодня мы вводим концепцию, когда можно пересчаться на расстояние до 30, 40, 50 километров и абсолютно комфортно, абсолютно спокойно получать физическую нагрузку, при этом вырабатывать электроэнергию, за счет которой будет двигаться это средство. То есть, представляете, что если треть Москвы будет двигаться по такого рода транспортом, то значит, треть автомобиля не будет потреблять топлива, не будет сжигать бензин, не будет выбрасывать все это. Это, друзья, миллион, тонн, если посмотреть по году и поэтому это направление мы считаем очень важным и самое главное этого рынка, который сегодня не существует. Мы не конкурируем сегодня ни с Сименсом, ни с Самсунгом, ни с Хитачи, ни с Тойотой, ни с кем, наоборот, мы выходим в новые рынки и говорим и сегодня уже ведутся переговоры нашими партнерами с мэрами Литвы, Друзкиненка, с мэром Лондона, с мэром Парижа. В ближайшее время очень близкие нам партнеры обещают Алексея познакомить с принцем Монако для того, чтобы он Монако предложил строить такие прогулочные трассы. В Швейцарии ведутся очень серьезные переговоры. Вот Ануш, наш очень такой активный, это просто уникальнейшая девушка, это наш представитель Skyway Invest Group в Турции. Она буквально позавчера согласовала с администрацией президента строительства первых трасс для студенческих городков. И мы всем таким основным составом директорским в сентябре едем для того, чтобы обсуждать и запускать уже первый адресный проект уже непосредственно в Турции. Не говоря уже так, как будут покупаться дело проекта, поехали. Но, друзья, смотрите, поехали, это первый проект, это инициатор, и отвечает за него Леша Сухадоев. Так вот, я могу сказать, что на этом проекте как раз мы, друзья, и отработаем весь механизм, мы отработаем всю логику, как будет капитализироваться, как будет инвестироваться, как будет вообще собираться этот проект. Поэтому давайте еще буквально две-три недели потерпим, и после этого будет полный механизм, как будет работать наш первый адресный проект. Поехали. Я тоже уже об этом не раз говорил, это уникальная вещь, что в Челябинске в парке имени Гагарина первая трасса Skyway, которая будет демонстрировать, показывать, которая будет еще и являться фитнес-трассой, то есть люди могут заниматься спортом, перемещаясь на эко-карах, соответственно, этот проект тоже будет очень важным для именно демонстрации и отработки капитализации, как это будет сделано. Это, друзья, мы сейчас делаем, готовим, и где-то к середине сентября, а уж к нашему форуму в октябре это точно 100% будет так, деньги со старого проекта можно будет перевести в новый проект. Нет, друзья, это как раз ваши адресные инвестиции, чтобы вы понимали, даже инвестиции, которые у вас идут сейчас в Skyway, допустим, вы инвестировали полгода назад, месяц назад, и сейчас это разные инвестиции, абсолютно, чтобы вы понимали, да, они идут от вас, да, вы на них получаете сертификаты, но это разные инвестиции в разный проект, потому что по мере развития, понимаете, что полтора года на два были одни риски, полгода назад были другие, сейчас третий, через полгода будут совсем другие, соответственно, каждая эта инвестиция, она входит в разную, то есть нельзя войти много раз в одну и ту же реку, поэтому здесь, друзья, идет вопрос, что эти инвестиции разные, и тем более адресные проекты, это мы будем вам рассказывать, наша будет задача как обучающего проекта рассказать вам о проектах, об их перспективе, об их возможностях, которые для вас есть, вы сами будете принимать решения, и естественно, что мы вас будем убежать, показывать, и это вообще вся логика инвестирования именно Академии частного инвестора, которую Андрей Хавратов создал и продвигал, это первое правило, это диверсифицировать пакеты, и поэтому мы вам будем предлагать инвестировать и в головную технологию, и в адресные проекты, и эти адресные проекты тоже должны быть диверсифицированы по направлениям, и эко-кары, и продажи сибирского холода, и строительство линейных городов, и так далее, то есть все это мы будем вам показывать, делать, и соответственно, вы сами будете после этого принимать решения, естественно, что мы будем аргументировать, мы будем показывать, мы вас будем убеждать, но о принятии решений, соответственно, друзья, это все за вами, вот, видите, как мы переходим плавно с той ситуации, которая сегодня происходит, с ситуацией экономического ковчега, здесь мы с вами будем говорить, это мы говорили, говорим, и будем говорить, это неизменно, что строй, скайвей, спасай Россию, это не просто лозунг, это сегодня руководство к действию, и все программы, которые мы сейчас пишем, они основаны именно на этом, сегодня я откровенно, когда мне там звонят определенные олигархи, говорят, что делать, я говорю, друзья, строй скайвей, они говорят, ты опять шутишь, я говорю, нет, друзья, это уже не шутки, шутки закончились, друзья, все, если мы ничего не сделаем, мы очень редко поменяем слово если, но в данном случае, если мы ничего не сделаем, и не запустим программу Транснета и Скайвея, то Россия и той системы, которую мы сейчас видим, она перестанет существовать, она не выживет, так же, как в свое время, я всегда привожу аналогию, в свое время, когда большевики взяли власть, в 17-м году первое, что они сделали, они провели индустриализацию, которую они начали с создания электросистемы, план Гоэуру, и Ленин тогда четко говорил, старшее поколение это помнит, что такое коммунизм, это советская власть, плюс электрификация всей страны, это были не пустые слова, без электрификации невозможно было провести индустриализацию, невозможно было выстроить новые железные дороги, пустить новую металлургию, и создать новую современную армию, невозможно было, большевики этого сделали и защитили свою страну, и 70 лет это была мощнейшая империя, которая противостояла и действовала с американской системой, после проигрыша холодной войны, она была проиграна совсем по другим причинам, не идеологическим, а больше экономическим, соответственно, сегодня мы опять стоим на разделе, когда если мы не сделаем это, то другого не существует, поэтому, друзья, термин «строй Skyway, спасай Россию», он перестал уже быть просто афоризмом, это абсолютно четкая программа действий, которую мы сейчас расписываем, делаем и которую надо реализовывать, и так же, как простой тезис у Ульянова Ленина был о том, что коммунизм – это электрификация, плюс советская власть, точно мы так же говорим, что новая экономическая эволюция мира, то есть справедливое распределение тех доходов, которые будут давать новый технологический уклад, плюс новые инновации, новые технологии, это и есть то будущее, к которому сегодня подходим. И второй момент, очень важный, который мы сейчас говорим, это вот эта логика экономического ковчега, что сегодня та буря, которая началась, это только первое ее, скажем так, проявление, это только она сегодня подходит к нашей жизни. К сожалению, еще год-два кризисные явления будут только нарастать, у нас в России это будет особенно проявляться, да и не только в России, это и в Белоруссии, это и в Казахстане, это и в Украине, это и в Молдавии, это и вообще во всех странах, которые сегодня так или иначе завязаны на именно евразийскую интеграцию, евразийское пространство. Соответственно, нам предстоит пережить очень непростое время. И если бы, еще раз проявляться с условия, хотя в нашей терминологии оно очень редко звучит, если бы мы с вами не занимались проектом смарт-кара, проекта Skyway, проекта струнных технологий инженера Юницкого и Транснета, то я бы сейчас с вами, как экономист, как эксперт, говорил бы абсолютно банальные вещи, и я сказал, что я не знаю, что должно произойти, чтобы ситуация изменилась, и мы с вами именно с Титаника, чем сегодня мы, собственно, себя представляем, пересядем на новый корабль, который будет называться экономическим ковчегом. Сегодня, друзья, у нас эта программа есть, у нас сегодня четко есть понимание, и что самое главное, друзья, чем мы отличаемся от очень многих и от тех, кто сегодня пытается чему-то учить или дать какие-то программы. Друзья, мы с вами делаем, мы с вами люди дела, мы не просто сидим, болтаем, мы не просто сидим, размышляем, мы не просто эксперты, которые говорят, надо бы что-нибудь бы, кому-нибудь бы предложить. Друзья, мы с вами делаем. За этот год мы с вами сделали очень много. Мы самое главное начали строить демонстрацию на полигоне. И тут, друзья, мы с Алексеем своими глазами и своими руками, как и обещали, кстати, на вебинарах, месили бетон, заливали первые опоры для забора, который будет все это относить, закладывали первый камень. Друзья, мы это делали. Мы видели в конструкторском бюро людей, которые перешли из проекта, как вы помните, который назывался Йо-мобиль, а, соответственно, с этим Йо-проектом Йо и случилось, так сказать, как у нас всегда. Так вот, там были очень мощные специалисты, очень серьезные конструктора, которые делали мотор-колесо и делали систему управления к электронике этого электромобиля, который хотел создать Прохоров именно под проектом Йо-мобиль. Ну, соответственно, Йо-мобиль, как я уже сказал, он, Йо-проект этот, соответственно, так Йо и накрылся. А люди, которые перешли, это высочайшего класса профессионалы, и когда они привнесли вот эту идеологию мотор-колеса в Юнибусы, а дальше, когда они сегодня перейдут в ЭККары, то есть схема будет технологическая, ну, это кто понимает, можете принять на слово, кто нет, потом почитаете, сделайте, то есть динамо-машиной, то есть вы будете педалями и рычагами вырабатывать электрический ток, он будет запитывать накопитель конденсаторного типа, а этот накопитель будет питать уже электродвигатель, который будет находиться прямо непосредственно в колесе, который будет стоять на рельсе. Все это устройство будет весить порядка где-то 100-120 килограмм, представляете, да, быть в размерах не больше одного метра и в диаметре не больше 25-30 сантиметров, то есть это вот не такая большая кола, которая будет ехать на рельсе, а под ним будет находиться кабина, которая будет очень обтекаемая, в которой будет находиться 1, 2, 4, 6 человек. Соответственно, это очень интересная концепция и эти люди, которые перешли из проекта Йомобиль, вот они сейчас работают и активно развиваются, то есть их знание, их квалификация оказалась невостребованным, потому что Йомобиль так и не доделали, вот, а соответственно, вот, мотор-колесо Шкондина, ну, дело в том, что Шкондин это один из тех, кто работает в этом направлении, то, что сегодня разрабатывается в КБ Юницкого мотор-колесо, это уже следующий шаг и я думаю, что это уже намного более серьезная разработка, чем Шкондина, то есть при всем моем уважении к нему, вот, поэтому, так, велокары 100 км в час, да, соответственно, да, эко-кары расчетная скорость будет порядка 100-140 км в час в городском режиме, вот, а дальше мы сейчас готовим проект и есть такая мысль на нашем вело-эко-каре вызвать на соревнования и автомобиль Тесла, и Мустанг ГС 900 и Бугатти, то есть тем, у кого лошадиных сил там под 700, под 900, под 1000 и, соответственно, сегодня по всем нашим расчетам, по всей нашей уверенности наш велокар обгонит эти суперкары, причем он у нас будет двигаться только на физической силе человека, вот, это что было понятно по скорости, но это мы с вами, друзья, обсудим еще чуть попозже, это просто одна из таких направлений, то есть для того, чтобы показать скоростные возможности нашего века «Вела Экокара», мы хотим сейчас провести такое мероприятие. Так вот, друзья, я думаю, что ни у кого у вас уже сомнений нет, особенно те, кто в проекте, те, кто сегодня делают, что значимость того, что мы с вами делаем, возрастает с каждым днем, и когда вы включаете телевизор и видите просто, вот я вчера смотрел Лешу Увлекаеву, ну, ладно, там, Алексея Увлекаева, министра экономического развития, просто я его знаю 20 лет, тогда, когда он не то, что еще не был министром экономики и председателем Центробанка, когда он еще даже зам директора института Гайдара не был, вот, соответственно, когда он говорит, что, ну, все, пик пройден, рубль больше не будет, наша экономика коснулась дна, теперь мы пойдем только вверх. Вот мне так хочется спросить, Леша, твою, так сказать, это самое, ну, вот приведи хоть один аргумент, что должно, что изменилось вчера, что сегодня экономика наша остановилась, теперь перестала падать и завтра мы пойдем в рост. Я говорю, Леша, более того, он же три месяца назад говорил, что все, 60 долларов и больше мы никуда не упадем, а на экономическом форуме он там пел не просто как соловей, я не знаю, там, как такой краснобай, который рассказывал, что у нас экономика со следующего года понет немыслимыми темпами вперед, вот, после этого мы все что-то падаем и падаем, вот, потому что цена на нефть падает, а исходя из того, что все внешние факторы и то, что сегодня происходит, они говорят о том, что ситуация будет только усложняться, что конфронтация только усиливается и она будет приводить к все более и более экономическим санкциям и, соответственно, управление в стране ни в коем мере не меняется, то есть, ну, то, что сегодня убрали железнодорожника, ну, из разведки Якунина и поставили мальчика Олега Белозорова, который еще 4 года назад ходил по министерству с такими глазами и не знал, куда он попал, потому что молодой парень приехал из Питера, его сделали сразу заместителем министра транспорта и мы, кстати, с Виктором Бабуриным еще, мы встречались с ним еще 4 года назад и обсуждали этот наш проект, вот, нам тогда помогал очень серьезный известный человек в стране Иосиф Кобзон и он пролоббировал и мы пришли в министерство транспорта, министр Левитин на тот момент, естественно, нас не принял, но нас отправили вот к молодому парню и таким образом мы познакомились вот с Олегом Белозеровым, который сегодня возглавил РЖД. Так вот, что думаете, друзья, если разведчик Якунин заменили на молодого парня, который Шпалу ни разу в жизни не видел, Олега Белозерову, на что в РЖД завтра что-то стратегически изменится, ну, поверьте, или давайте предположим, а я могу, допустим, даже поспорить на бутылку пиксикола, что что-то резко у нас в РЖД сегодня ничего не изменится. Вот, соответственно, то же самое по всем основным нашим монополиям. Если Газпром потратил постнословные деньги на то, чтобы сначала делать Южный поток, потом прекрасная страна Болгария, так сказать, этот поток прекратила, и более десятка миллиардов евро были просто выброшены на воздух, потом этот поток пытались развернуть в Турцию, потом его тормознула Турция, вот, а сегодня уже реально стоит вопрос о том, что Европа готова строить газопровод уже без России с участием другого газа, то что-то мне это, друзья, оптимизм нисколько не внушает. Вот, более того, с теми падением ценой на нефть и наши вот эти вот восточные друзья китайцы, знаете, как есть хорошие поговорки, нам таких друзей и врагов в жизни больше не надо. Так вот, друзья, это тоже те контракты, то, что сейчас все заключается и делается, и условия, которые выкатывают китайцы, что-то тоже мне пока оптимизма не внушают. Поэтому я Алексею Улюкаеву опять задаю вопрос, Леша, ты мне скажи, что такое у тебя там происходит или о чем ты знаешь, чего не знаем мы, что ты рассказываешь с таким оптимизмом. Вот, не могу я как бы это так же и про Аркашу Дворковича, который, так сказать, это самое. Поэтому, друзья, можно предположить и что-то мне абсолютно четко подсказывать, что никакой стратегии развития у этой команды нет и быть не может. Они абсолютно не понимают и не знают, что они делают дальше. Они так называемая реактивная команда управления. Что такое реактивная? Происходят какие-то внешние действия, они на нее реагируют. Можно управлять такой страной, отвечая только на внешние вызовы или внутренние, которые происходят. Управление без стратегии развития, когда ты не знаешь, что будет через 5, 10, 15, 20, 30 лет вперед, нельзя развивать страну. Вот, но как можно проектировать было развитие на 30 лет вперед, если нашей стране вот в сегодняшнем виде всего 25 лет? 25 лет назад не было той страны, в которой мы с вами живем. Юрий Глазев, на котором много ссылаемся, когда в 90-м году представил свой прогноз развития Советского Союза 2020 года, у меня эта книжка есть, я всегда, когда с ним встречаюсь, эту книжку показываю, там два очень важных момента. Ну, первый, что на следующий год перестал существовать Советский Союз, то есть уже прогноз несколько не совпал, а второе, он там не описал рынок IT-технологий вообще, то есть он написал, как будет развиваться рынок нефти, рынок газа, рынок металла, природных, этих самых, копаемых, фосфора, то есть сельского хозяйства на агрохимии, он все это описал, а вот с точки зрения IT-технологий не увидел он этого рынка, и когда он сегодня прогнозирует развитие шестого технологического уклада, и опять описывает технологии, и у него там нет даже слова от струнных технологий и от транснете, опять можно сказать, что что-то Сергей Юрьевич, наверное, недопонимает или недоделывает. Вот, так вот, друзья, сегодня мы четко можем утверждать и делать, что стратегия развития без транснета это глупая вещь. Сегодня раскрывать развитие Сибири и Дальнего Востока, раздавать там гектары земли, и при этом не понимая, что там делать, это просто абсурд. И это сегодня просто, я могу сказать, для тех деятелей, которые запустили проект по гектару земли, просто большое счастье и совпадение, что мы сегодня подготовили линейный город, мы подготовили освоение новых месторождений, и мы сегодня знаем, куда эту землю определить. И тот, кто сегодня возьмет землю и будет участвовать в проекте строительства, он очень сильно выиграет. И поэтому этот шанс дается очень редко, и когда государство дает такие подарки, друзья, мы обязательно этими подарками воспользуемся. И в октябре к форуму мы планируем, мы ждем очень много важных событий. Первое событие это начало, установка первой опоры на полигоне. И, соответственно, Анатолий Дуарович на форуме покажет полный отчет, как началась монтаж первой опоры. Для нас это будет крайне важный момент, который будет происходить. Второе, мы ждем от правительства принятия закона, ну, Госдума должна принять президента, утвердить, а правительство выдать нормативные акты по механизму передачи земли сначала в пользование, а потом в собственность. Как сегодня декларируется, как сегодня я видел уже проект этого закона, там декларируются все вещи, которые говорил Трутнев. То есть по интернету можно зарезервировать землю, дать на него заявку и в течение максимум полутора-двух дней получить реестр на владение, на распоряжение этой землей. Вот если друзья, вот тут же если неправильно подходит, когда друзья это сделают, то проект, соответственно, со строительства линейного города и со своих новых месторождений, он приобретет новый смысл, потому что тот, кто заявится на землю, который будет участвовать в проекте Транснет, соответственно, это будет самая дорогая земля на евразийском пространстве. Это уже без всяких преувеличений, это без всяких, то есть здесь просто математический счет. В России более триллиона гектар земли, триллиона, поэтому те миллионы гектар, которые сегодня возьмут люди, сегодня, я не знаю, сколько заявится, миллион, два миллиона, все равно это доли процентов от всей земли. Так вот, только по земле пройдет трассы, о которых мы будем говорить, о которых проекты мы будем развивать. Соответственно, все остальные триллион гектар, они будут так, как были не востребованы, соответственно, не имеющие капитализации, так останутся. Естественно, близлежащие регионы какие-то получат от этого выгоду, но именно та земля, по которым пойдет трасса, она и будет золотой. А трасса пойдет там, где мы будем, друзья, реализовывать проекты. Либо проекты с использованием Транснет и струнных технологий инженера Юницкого. Поэтому здесь, друзья, все взаимосвязано, и как раз мы первую землю, которую сегодня будем через наш фонд заявляться и делать, это земля на юге Тывы, это трасса, которая пойдет от Тывы в Шанхай по транспортировке именно воды из серебряных озер Тывы и, соответственно, холода, который там вырабатывается. И это будет мощнейший проект. У нас сейчас намечается очень несколько интересных партнеров с китайской стороны. Один из них в Тыве недавно был, это владелец Алибабы, очень интересная компания, которая дала рекорд по капитализации на IPO. Соответственно, сегодня мы прорабатываем вопрос, как с участием его либо такого же рода, скажем там, китайских наших партнеров продвигать дальше этот проект. Так, каких китайцев? Надо срочно разбирать и гнать китайцев в шею. Ну ладно, друзья, давайте. Мы все-таки такие термины идут, как гнать и так далее, то есть здесь, друзья, не совсем нам подходят, потому что Transnet Group, то, что мы сегодня делаем, наша основная задача это не гнать, не разъединять, не воевать, а только объединять. И мы себе выбрали сленгом «Мы объединяем мир», и второй «Объединять» это, друзья, наша работа. Так вот, друзья, на сегодняшний момент, то есть делаю уже заключение и еще там несколько вопросов, которые сейчас возникли, я бы хотел осветить. Вот, значит, мы должны понимать, что та буря, экономическая буря, она подходит, они и говорили, и, соответственно, ликвиновать ее сегодня не удастся. Экономический ковчег, который мы с вами начали строить, и мы с вами строим, и делаем, и запускаем, это единственная сегодня возможность, которая позволит сделать. Мы с вами участвуем в организации системе, которая не просто декларирует, организует процесс, по которому все это сегодня взаимосвязывает и работает. То есть мы с вами доводим информацию, то есть доводим информацию до многих людей, которые включаются в проект. Мы организовываем с вами инвест-проводящую систему, которая позволяет канализировать и направить эти потоки инвестиций именно по проектному принципу на реализацию задач, которые есть. Благодаря нашей работе создано конструкторское бюро, и каждый месяц финансируется это конструкторское бюро в численности уже более 150 человек, ну, около 150 человек, которые реализуют очень сложные задачи, и вот сейчас мы могли в этом убедиться, что как только возникла новая стратегическая направленность смарт-каров, соответственно, буквально за две недели стали выходить очень интересные решения, и мы их в ближайшее время покажем, то есть сейчас они еще в проработке, то есть уже возникают концепции, уже возникают чертежи, уже возникают чертежи опор, станций, путевой структуры, так как все это будет работать. Это, друзья, уже работает, и я могу сказать, что с инженерной точки зрения Анатолий Доварович Еницкий, конечно, дает опять очень интересные решения, это с точки зрения инженерии, это Леонардо да Винчи нашего времени, это все-таки гений с точки зрения инженерии, поэтому, когда я вижу те решения, которые сегодня будут появляться, друзья, это, поверьте мне, что я могу их оценить, я могу понять, что такое, а это абсолютно новое, можно четко сказать, что еще месяц назад этого не было, и сегодня это уже потенциал того конструкторского бюро, к которому мы с вами соответственно имеем отношение, мы с вами создали систему, которая все это финансирует, и здесь, друзья, каждый из вас является элементом этой системы, не кто-то абстрактный, не вот изначально, год назад, вот когда я проводил первую конференцию, чуть больше, в марте месяце на конференцию встает женщина, для меня все было новое, она говорит, ну вот я пенсионерка, ну вот как я могу повлиять на реализацию тех планов и тех задач, о которых вы говорите, вы говорите грандиозные вещи, вы говорите строительство новых скоростных трасс, замену метро, вы говорите о тамторском месторождении, о транспортировке холода, и так далее, и так далее, и так далее, а вот как я могу, то есть, так вот, друзья, тогда и родилась вот эта вещь, что каждый в отдельности, конечно, не может, но когда мы собираемся, когда начинает работать инвестпроводящая система, вот вместе, друзья, мы можем решать очень сложные задачи, и вот как раз в сентябре мы будем сдавать первый экзамен для нашей инвестпроводящей системы, нам надо будет очень быстро зафинансировать адресный проект в Челябинске, и нам надо, в течение двух-трех недель собрать порядка четырех миллионов долларов, это задача серьезная, но на наш взгляд вполне выполнимая, и я думаю, что если мы, когда, вот здесь вот ни в коем случае, когда каждый из нас проинвестирует хотя бы 20 долларов, соответственно, это вполне достаточно, чтобы к тому моменту закрыть полностью этот проект, и в течение четырех месяцев его реализовать и показать, и, соответственно, парк имени Гагарина, и сам Гагарин, и поехали, это еще раз в истории покажет, как это работает, и как это будет реализовано, так вот, друзья, это, соответственно, для нас с вами будет очень серьезный экзамен, и я считаю, что мы его все выполним очень достойно, и мы справимся с задачей разработки, изготовления и строительства, соответственно, этой первой трассы, но, как вы понимаете, первая трасса за собой сразу потянет десятки и сотни новых заказов, это будет серьезный миллиардный бизнес по всему миру, и мы, вот мы тут расчеты сейчас делаем, мы абсолютно сейчас четко уверены, что при даже выходе на примерно 200-300 километров, которые мы будем строить, и финансирование этого проекта, мы уже закроем потребность корневой технологии в текущем финансировании, поэтому я не исключаю, я не могу тут, друзья, 100% утверждать, но я не исключаю, что проект на самофинансирование, то есть тогда, когда венчурное финансирование и привлечение денег по инвестпроводящей системе может быть уже закрыто к июню, июлю следующего года до того, как будут продемонстрированы основные вещи на полигоне, я не исключаю такой момент, исходя из того, что объем заказов на эко-смарт-кары сегодня растет просто, скажем так, огромными темпами, то есть мы еще не приступили к демонстрации и к испытаниям, а, соответственно, заказов сегодня уже большое количество. Ну вот, друзья, я думаю, что на такой оптимистичной ноте, чтобы вы все понимали, что шторм буря началась, что она коснется каждого, что сколько нужно иметь акций, чтобы получать тысячи долларов в месяц. Ох, сколько этих долб, этих самых, аж 4 штуки, как он хочет об этом узнать. Но я думаю, что, друзья, для этого у нас есть специализированные внары, которые ведет и Андрей Хавратов, и обучения, и Игорь Романенко именно по инвестиционной грамотности. То, что вы сейчас говорите, это элементарная инвестиционная грамотность, как посчитать доходность и как посчитать объем инвестиций, которые... Поэтому давайте, друзья, я вам рекомендую, чтобы получать ответы на такие вопросы, посещайте специальные для этого вебинары, слушайте специально обученных для этих людей, которые вам расскажут это очень четко, доходчиво, профессионально, и, соответственно, вы сами сможете... Так, Юрий спрашивает, а когда через 5,7 лет? Что инвестиции в Республику Корневой Технолог закрыты. Как быть участникам... Так, ну я здесь вопрос не до конца понимаю. Алексей, ты в курсе по участникам из Республики это самое? Это связано с ограничениями по покупке акций и так далее, и так далее, но это, друзья, скажем так, частный вопрос, и я думаю, что прямо на вебинарах юридических, которые ведет компания, и это самое, вы сможете... Это самое... Вы сможете эти вопросы ответы получить. Да, Республика Беларусь очень сложная республика, вот, там очень специфичные свои, как бы, там закон, поэтому пока принято решение инвестиций, вот, это самое, не принимать, вот, потому что сложно сегодня все это сделать, но опять, это абсолютно временное, вещь, потому что юридическая схема прорабатывается, она в ближайшее время будет абсолютно унифицирована, я думаю, все, в том числе и жители Беларуси, смогут соответственно решить. Так, промокод, ну промокод, я думаю, что он в чатах, и сегодня будет обязательно, то есть, это не такой секрет по... то есть, по форуму, со своей стороны, могу сказать, что у нас, видели, да, мы планировали его провести сначала 9-10-11-12 октября, потом по согласованию, это было и по просьбе Анатолия Дуальевича Юницкого, ну не то, что просьба была, а мы согласовали несколько факторов, что изготовление и установка первой опоры начнется где-то в 20-х числах, то есть, где-то числа 15-20 октября, и все-таки посчитали более правильным, если на форум Анатолий Дуальевич Юницкий приедет именно уже с начала установки опоры, и нам прям в режиме реального времени покажет, как делается, я думаю, это будет очень важно. И второй вопрос, что закон о земле, ориентировочное, когда его правительство обещает уже сделать и запустить, это тоже 15-е октября, поэтому мы, соответственно, сложив все факторы, которые сегодня есть, все-таки приняли решение о том, что форум выгоднее, лучше проводить именно 22-го, 23-го, 24-го, 25-го октября, для того, чтобы уже свести воедино все эти факторы и с новым, так сказать, этапом, с новым энтузиазмом двигаться дальше. Вот, поэтому участие в этом форуме, друзья, вы помните, Андрей, когда делал свои обращения, он показывал, что каждый с этого форума уедет по миллионерам, и это не то, что у вас будут деньги на счету, или не то, что так сказать, просто само участие в форуме компенсируется акциями. Так вот, то количество акций, которые вы приобретете на то, чтобы приехать и поучаствовать в этом форуме, это уже будет довольно-таки достаточная инвестиция, чтобы очень серьезно капитализироваться в будущем. Вот, поэтому это абсолютная правда, что при реализации проекта и при его запуске капитализация будет происходить именно по тем расчетам и по тем прогнозам, которые мы делаем. Естественно, еще раз мы всегда говорим, что высокорисковый венчурный проект, и есть огромное количество факторов, которые от нас не зависят, но с сегодняшним темпом развития, с сегодняшней логикой, которая показывает ужирование адресных проектов и начало их капитализации, говорит о том, что, друзья, мы идем абсолютно верным путем, и те цели и задачи, которые мы перед собой ставим, соответственно, мы их достигнем, мы их реализуем, а значит, соответственно, те надежды, которые есть у вас как в венчурном проекте и так капитализация, которая сегодня обещана компанией, значит, соответственно, она вполне реальна. Ну вот, друзья, давайте, Алексей, ты по адресным проектам уже еще хотел бы что-нибудь сказать и вот в свете, что мы сейчас готовили, какие вопросы сейчас в чате шли, чтобы для комментариев. И давай тогда, я потом еще буквально две-три минутки буду завершать нашу встречу. Да, дорогие друзья, много вопросов на самом деле по поводу Астралии, то есть, кто это, откуда этот человек. И это важный вопрос, это, кстати, результат именно действия через инвест, проводящую систему. И Людмила Хюгис, это наш активный инвестор, акционер, очень активная женщина, проживающая в Австралии, через сети LinkedIn, она, это сети именно вот, ну, я думаю, на следующих вебинарах мы рассмотрим, всем активным я рекомендовал бы зарегистрироваться, потому что оттуда может идти трафик именно серьезно настроенных деловых людей, как по России, так и за рубежу, в зависимости от того языка, на каком вы общаетесь, на каком вы заполните данные. И Людмила вышла на связь с Родом Хуком, соответственно, это все было передано в департамент внешнеэкономической деятельности, подключили чуть позже Виктора Бабурина, и это очень такой продолжительный и долгий этап зимы Род Хук вообще разбирался в компании, анализировал, ее проверяла служба безопасности, именно всю историю группы компании Skyway. Весь этот шлейф, то, что в интернете есть, это все было видно, и соответственно через пять месяцев через пять месяцев Род Хук инвестировал свою первую сумму, пока что это небольшая сумма, то есть это, если не ошибаюсь, чуть больше пятисот фунтов, на тот момент это фунты еще были, и на данный момент Род Хук является не просто партнером, который приедет и что-то узнает, он едет с конкретной целью именно посещения научно-производственно-конструкторского предприятия, он уже лоббист, то есть именно фонд под началом и под инициацией именно телодвижений по данному вопросу, Людмила Хюгес передал Рода Хука, так скажем, именно вот этот контакт уже готовый, проработанный в группу компании Skyway, и сейчас уже непосредственно Виктор Бабурин и иногда Людмила Хюгес также подключают по взаимодействию с Родом Хуком, то есть там идут очень серьезные телодвижения, позиции я ее поддерживаю, Виктора Бабурина, директора по международным отношениям группы компаний Skyway, это то, что на берегу не нужно что-то там рассказывать, что пока что не ясно, но проработка идет очень серьезная, уже с компаниями, связанные с освоением месторождений в Австралии, но Австралия вообще как бы не бедная страна, и собственно Родхук едет именно с целью посмотреть, как здесь идут процессы с повышением своей уверенности в проекте, и соответственно я думаю, что затем пойдут уже делегации конкретных заинтересованных инвесторов по Австралии, мы все с вами я думаю помним, что достаточно глобальный проект Кольцевая дорога вокруг Австралии был уже инициирован ранее Анатоли Эдуардовичем Юницким еще с бывшими партнерами, и это все можно дело возобновить это очень серьезный бизнес Родхук это понимает несмотря на весь шлейф так скажем который за нами тянется именно как интернет проектом кто-то сравнивает пирамиды и так далее мы уже показываем доказываем действиями что мы не такие мы хорошие позитивные и мы действительно строим это увидит и Родхук и соответственно по Австралии пойдут еще больше телодвижения вот вкратце по Роду Хуку то есть это не какой-то непонятный человек который приходит с делегации приезжает это конкретный проработанный контакт который едет примерно с теми же целями что ехал Совет Директоров для конкретных обсуждений с Анатолием Эдуардовичем Миницким и всеми службами которые подчиняются генеральным директору и генеральным конструктором я думаю все по Челябинску всем интересно сейчас я думаю что сегодня сегодня наш лоббист и это лоббист так скажем не хуже Рода Хука только именно в местном масштабе и поддержкой в первую очередь лоббистов нужно заручаться инициатором адресных проектов то есть тут нужно надеяться либо на сеть то есть инвест проводящую систему что сеть будет финансировать за счет народного финансирования либо конкретные связи должны быть и без связи и без финансирования сети инициировать адресный проект на данной стадии именно нашей такой не то что стартаповый но начальный достаточно неразумно то есть соответственно лучше направлять инвестирование в те регионы где все проработано по Челябинску сегодня Станислав это наш лоббист встречается я думаю уже встретился с министром по экономике именно как вот первично он общался чтобы организовать встречу и так далее и он встречается уже с конкретно донесением информации для организации встречи со мной и соответственно после сегодня будет понятная реакция от министра я думаю что она будет положительна потому что тут ну просто предложение от которого невозможно отказаться то есть это повышение мирового рейтинга города как минимум российского масштаба и самый окупаемый проект ну собственно такой инновационный все возможно все все реально как говорится могут и отказаться ну есть запасные козыри администрация другие связи лоббис у нас очень мощный то есть проработка идет полным ходом и в ближайшее время появятся новости спасибо я думаю я думаю я думаю как Ксения звать чтобы он участвовал как идет именно поехали потому что это первый проект его и нам сейчас всем миром его запустить и соответственно дальше уже в десятках сотнях я думаю тысячи конкретных проектов и соответственно это и подвижение так секундочку так друзья как сейчас видно как слышно так все нормально да что-то видно это так вот друзья как раз я и говорил что у нас вот этот челябинский проект поехали во-первых он символичный во-вторых он пилотный и на нем как раз мы должны отработать все вопросы которые сегодня есть и взаимоотношения конструкторского бюро и фонда и взаимоотношения инвесторов которые приходят и доходности для венчурных инвесторов которые туда вкладываются и соответственно по доходности которые может давать конкретный адресный проект вот это друзья мы как раз все отработаем все сделаем и мы как раз вот и вы друзья присутствуете при том вопросе как это все формируется При этой этапе у нас нет сейчас всех ответов. Этот проект возник после нашей Челябинской конференции, потом после взаимоотношения с конструкторским бюрою, где Алексей присутствовал, я, Ирина Волкова, Артамонова Лариса, Маслов Володя. Вот, соответственно, мы доложили эту концепцию, показали, она была принята, и сегодня уже начался формирование и уже отработка этого конкретного концепции. Так вот, промокод появился, да, тут очень много спрашивали про него. Так вот, друзья, как раз наша задача сейчас и продолжать финансировать основной проект, именно корневую технологию, и профинансировать вот этот адресный проект для того, чтобы он показал, продемонстрировал и привлек уже, инвесторов непосредственно в этот проект. Поэтому, Алексей будет постоянно это рассказывать, делать, а мы вам будем показывать еще, какие проекты сегодня по ходу возникают, потому что предложения сегодня идут практически каждый день. Уже, вот, сейчас мы обсуждаем вопрос и по Крыму, и по центру Москвы, даже прямо на территории МГУ, там, экопарк, соответственно, сделать демонстрационную и такую прогулочную трассу вообще по центру Москвы, вот, и по Лондону. Вот, то есть эти предложения сейчас пошли, пошли, так сказать, они как-то тут, и я думаю, что в каждом регионе есть площадка, есть парки, есть такого рода управления, где можно делать и сначала фитнес-трассу, то есть для занятия, потом прогулочную трассу, а потом уже туристическую для того, чтобы... То есть, поэтому здесь, друзья, все идет своим чередом, как вы видите, мы активно развиваемся, несмотря на тот шторм, который потихонечку начинается и который нас всех будет все больше и больше накрывать. Ну все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. У нас сегодня с Алексеем еще вебинар в 20 часов. Вот, соответственно, мы также будем доносить эту концепцию и работу, то есть, там, с небольшими нюансами, которые идет для европейской части. Вот, поэтому, друзья, я рад, что вы с нами, я рад, что мы движемся дальше, нам есть, что с вами обсуждать, показывать и делать, и, соответственно, цели и задачи, которые сегодня перед нами стоят, они, конечно, просто впечатляют. И самое главное, что, друзья, мы каждый день с вами делаем. Вот это я прошу вас помнить. Каждый день, каждый час о том, что мы с вами не сидим сложим руки и не думаем, когда кто-то за нас что-то делает. Мы с вами, друзья, это делаем каждый день. Соответственно, результат обязательно должен быть. Все, друзья, строй SkyWay, спасай Россию, и, соответственно, мы объединяем мир, объединять – это наша работа. Спасибо, что вы с нами. Давайте до следующих вебинаров и встречи. Всего доброго.